Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ТУА24, в студии Александр Тур и коротко о главных темах этого выпуска. В ТУВе оценили ущерб территориям, пострадавшим от паводков. Мероприятия выходных дней на площади Арата перенесены на другие локации. Житель Чедана открыл автосервис благодаря социальному контракту. В Тандинском районе обновляют линии электропередач детских лагерей. Накануне в центре Кызыла средь бела дня произошло жестокое преступление. Психически ненормальным человеком была убита молодая девушка. Преступление вызвало большой общественный резонанс. В связи с этим по поручению главы ТУВе Владислава Хавалыга правительством республики принят ряд решений. Подробности далее. Гибель ни в чем не повинной девушки потрясла общество. Сегодня заместитель председателя правительства ТУВы Орлан Царглар озвучил ряд решений, принятых по поручению главы ТУВы Владислава Хавалыга. Возмущение и гнев людей можно понять, отметил вице-премьер. Но сегодня поддержка прежде всего нужна семье погибшей девушки. Мы все родители, все мы беспокоимся, переживаем за своих близких, за детей. Но в такие моменты нам всем необходимо быть вместе, помогать друг другу. Не стоит разжигать негатив, недовольство. Не стоит собирать средства в социальных сетях на помощь. Правительство республики ТУВ окажет всю необходимую помощь, психологическую, социальную, материальную. Окажем содействие транспортировки сегодня. Окажем помощь в организации похорон. При необходимости супругу погибшей девушки помогут трудостроиться, а ребенку при достижении возраста выделят место в детском саду. Все мероприятия, запланированные к проведению 23 и 24 июня на площади Рата, перенесут на другие территории. 23 числа ярмарка трудоустройства пройдет во Дворце молодежи, а День молодежи пройдет предварительно на пятилетие Советской ТУВ. Также глава ТУВ поручил кратчайшие сроки провести анализ работы психоневрологических учреждений, особенно по взаимодействию с правоохранителями для определения лиц, представляющих особую угрозу и опасность обществу. На особый контроль поставлена ситуация в центре столицы, в сквере имени Тока и на пешеходном Арбате, где собирается много нетрезвых граждан. Вопросы охраны общественного порядка обсудят на ближайшие встречи с правоохранительным блоком. Мадр Сандан, Буян Аюн, Азамат Ачур, ТУВ-24. В Национальном музыкально-драматическом театре имени Виктора Кокола торжественно прошел первый юбилейный форум, посвященный десятилетию со дня основания Медицинской палаты Республики Тыва. На мероприятии присутствовали множество почетных гостей, в том числе и из Москвы. Как прошел форум, расскажет наш корреспондент. В первом юбилейном форуме принимают участие большое количество государственных и частных медицинских организаций со всей республики. Общее число приглашенных составило более 600 человек. Приветственное слово в начале церемонии произнес министр здравоохранения Республики Тыва Анатолий Югай. Сегодня здесь собрались лучшие представители медицинского образования. А зал наполнил ауру милосердия, профессионализма и благодарности пациентов. Проведение столь авторитетного форума для медицинских работников стало возможным благодаря совместной инициативе управления Медицинской палаты Республики Тыва и Министерства здравоохранения Республики. Региональная медицинская палата была создана 10 лет назад. За это время она стала объединением, где защищаются интересы медицинских и фармацевтических работников. Ее члены активно способствуют развитию медицины и фармакологии. Стоит отметить, палата играет одну из важных ключевых ролей в развитии общественных институтов Тувы. С видеобращением к нам обратился вице-президент Национальной медицинской палаты, председатель Сибирского отделения Национальной палаты, руководитель Координационного совета медицинской палаты Борис Сергеевич Дорофеев. С видеобращением также обратился к нам Леонид Михайлович Рошаль лично. Он высоко оценивает деятельность нашей медицинской палаты. И мы надеемся, наше благотворное сотрудничество скажется в будущих изменениях в положительную сторону в профессиональной деятельности наших медицинских работников. Специально для такого значимого события в ТУ прилетела руководитель юридической службы Союза медицинского сообщества Национальной медицинской палаты Лилия Айдарова. Гость рассказала о важности создания медицинских объединений. Объединения занимаются тем, что занимаются фактически саморегулированием внутренней врачебной и медицинской деятельности. То есть сейчас достаточно много функций, которые осуществляют в сфере здравоохранения не только государства в лице министерств здравоохранения, например, да и региональных министерств, но и медицинское сообщество. Многие присутствующие волнуются, ведь совсем скоро им предстоит выйти на сцену для получения заслуженных наград. За многолетний труд почетной грамотой главы Республики ТУ была награждена заместитель директора по научно-методической работе в медицинском колледже Раиса Шелчима. Я как врач, как педагог горжусь тем, что наш труд так высоко оценен правительством Республики ТУ. И обещаю, что мы предложим очень большие усилия, покажем свое трудолюбие в деле воспитания новых кадров нашего среднего звена здравоохранения. Человек живет в мире, который каждый день меняется. И, безусловно, доказательная медицина является одним из самых важных векторов и показателей такого улучшения. Дарья Прокопьева, Буяна Юн, Азамата Чур, телеканал ТУВА-24. В муниципальных образованиях ТУВЫ пострадавшим от паводка установлены предварительные размеры ущерба, причиненного водной стихией. По поручению руководителя региона Владислава Хавалыга, сельчанам, потерявшим из-за прошедшего потопа свои огороды и целые картофельные поля, оперативно оказывается помощь. В частности, больше всего сельхозугодия подтоплено в Судхольском районе. Пострадавшими признаны более 80 личных подсобных хозяйств на более чем 3 гектарах земли. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Для проведения повторной посадки закуплено 10 тонн семенного картофеля, которые будут выданы сельчанам. Жителям села Ишкин направлены также семена овощей борщевого набора. Аграриям и жителям частных домовладений даны рекомендации специалистов по дальнейшему уходу и оздоровлению посевов. Министерством сельского хозяйства был проведен финансовая помощь в виде семенного материала картофеля в объеме 12,5 тонн. Эта оценочная сумма ущерба составляет более 300 тысяч рублей. В разрезе муниципальных поселений Суповского района всего пострадали 109 домохозяйств, в том числе село Ишкин 60, Парадайга 14, Алданмадр 26, Суахс 14 и Казалдайга 2. В Туве социальный контракт для желающих начать свое дело начал действовать в 2020 году. За три года участники программы добились хороших результатов. В городе Чедане, например, один из самозанятых занялся обслуживанием автомобилей. Подробнее о проекте расскажет Инна Клоян. Многие из автомобилистов знают, что компьютерная диагностика позволяет узнать некоторые параметры работы двигателя, выяснить, что с ним не так, а иногда даже подкорректировать работу мотора. В целом, все-таки есть. Мерген Андар – участник соцконтракта 2022 года. Получив поддержку в размере 250 тысяч рублей, открыл свое дело – электронную диагностику автомобиля. Электронная диагностика автомобиля выполняется с целью получения ответов на главный вопрос о техническом состоянии транспортного средства на данный момент, в способах, которые позволяют сделать его работу более эффективной. Электронная диагностика – это тестирование систем машины, причем каждый из них в отдельности. Список тестируемых узлов, агрегатов включает двигатель, подвеску, трансмиссию, бортовую электронику и прочие элементы транспортного средства. Почти все оборудование, все компьютеры, ну, все-все видят, даже в любой технике. И что вычисляют? Ну, все ошибки вычисляют, где, какой, именно какой датчик неисправности, и все там, даже коробки, двигатели тоже. Как рассказал участник проекта, к нему приезжают на диагностику даже из Кызыла, а также из ближайших районов. Пока наша съемочная группа разговаривала с Мергеном Андаром, машин становилось все больше. Люди приезжают даже из Шаганара. Приехал первый раз на диагностику. Два года ездил с неисправностью, вот, именно, вот, в рулевом управлении. Именно нужна была точная диагностика, которая могла бы выявить, именно, вот, без разбора узла. Именно, вот, это, продиагностировать именно этот узел. Так та диагностика нужна была. И мы вот нашли Мергена Сергеевича. Удобно? Да, быстро. Ну, очень удобно. Точно. Ну, точно главное. Помимо компьютерной диагностики, Мерген еще оказывает услуги автоэлектрика, а также может произвести ремонт машины. Поэтому в будущем планируют построить большой гараж, чтобы в нем можно было работать в хороших условиях. Ну, большая поддержка. И для развития этого тоже хорошая вещь. Ну, правительство Республики-2 благодарю за такую поддержку работников и населения тоже. Социальный контракт помогает людям встать на ноги. Это отличная поддержка для тех, кто хочет идти вперед, начать свой бизнес и экономически развиваться. Инна Клаян, Шалбан Магуша, Замата Чур, телеканал Тува-24. В Тандинском районе обновляют линии электропередач в детских лагерях отдыха. Заменить устаревшие высоковольтные провода на озере Чагытай поручил глава Тувы Владислав Хавалык. Весной прошлого года в Танды он обратил внимание на плохое состояние опор, не менявшихся с советских времен. Все подробности у Чинчика Шпакол. Необходимость ремонта электрических сетей и лагерей отдыха необходим для обеспечения безопасности детей во время отдыха. Отмечается, что ранее при малейшем ветре лагеря Чагытай, Орленок, Байлак и Металлург оставались без света, что влияло на качественный летний отдых детей. С электричеством было очень трудно. Чуть ветерок прошел, дождик прокапал и все. Мы теперь на двое суток, на сутки могли бы остаться без электричества. В прошлом году у нас был, инспектировал нашу работу глава нашей республики Власислав Туващевич. Мною было озвучено две просьбы. Это замена электроэлектричества, энергопсихотеносителей, также постройки пляжа для детей. На что мы очень рады, потому что за короткое время до начала открытия лагеря все столбы заменены, провода проведены. Подрядная организация, которая занималась заменой деревянных столбов на железобетонные опоры и протягивала новые электролинии ООО «Бастион». Компания также установила более мощные трансформаторные подстанции. Всего было заменено 16 деревянных опор. Голые электролинии теперь изолированы в СИП-провода, а также установлено 9 уличных осветительных приборов. От имени всех родителей благодарных, от имени детей, которые находятся в наших лагерях, от имени руководства нашей Федерации профсоюзов Республики Тува хочется выразить благодарность. В первую очередь главе Республики Тува Владиславу Таверситовичу за то, что обещанную он выполнил. Тем организациям, которые все это быстро, очень качественно установили, тоже особая благодарность. Всего на берегу озера Чагытай функционирует 4 лагеря, в которых отдыхают и поправят за лето свое здоровье около 500 детей. Так здорово работать с детьми. Я думаю, нас очень много ждет разных мероприятий, именно творческих. Я думаю, везде надо проявить себя и попробовать детям помочь. Одноименный с озером лагерь Чагытай по праву можно считать одним из излюбленных мест среди юных отдыхающих региона. Мальчики и девочки, объединенные в отряды вместе с воспитателями, ежедневно на протяжении сезона проводят игры и конкурсы, развивающие и творческие мероприятия. Когда я сюда заехал, у меня впечатления были очень хорошие, удивительные. Познакомиться с многими людьми, дружные, отличные ребята. Каждый день в оздоровительных лагерях – это череда игровых, интеллектуальных, спортивных, познавательных дел, в которые вовлечены все до единого. Детям некогда скучать, они стараются каждый час пребывания в лагере сделать интересным и незабываемым. А мероприятия, проводимые при качественном непрерывном освещении, оставят у ребят самые яркие и главные воспоминания о проведенных каникулах. Школа в селе Байхак несколько лет назад отметила свой 100-летний юбилей. Школа небольшая, рассчитанная на 420 учеников, но учатся здесь вдвое больше – около 800 ребятишек. Дети были вынуждены учиться в три смены. Капитальному ремонту учреждение образования не подлежит. Именно поэтому было принято решение о строительстве новой школы и полном обновлении технического оснащения. В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» в России идет капитальный ремонт не только городских, но и, главное, сельских школ. Так в селе Байхак Тандинского района было назначено и продолжается строительство новой школы на 825 мест. У нас имеется здесь на объекте свой бетонный завод. Делаем бетон сами. Закомплектованность объекта почти 90%. То, что для сегодняшнего этапа нужно, все здесь на месте. Арматура, бетон, блоки – все имеется в наличии. Значит, на данный момент работает порядка 80-70 рабочих с обслуживающим персоналом. Напоминаем, что сдача объекта запланирована на декабрь 2024 года. Новая школа будет полностью оснащена всем необходимым. Сегодня в Верховном Хурале состоялась церемония вручения посмертных наград родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Подробности далее. Перед вручением наград председатель Верховного Хурала Канул Дава и специальный представитель главы ТУВ по вопросам военной спецоперации, зампред Тимур Кулар от имени многонационального народа республики выразили соболезнования родным и близким павших бойцов. Ради нас, ради будущего Великой России, они отдали самое дорогое в свою жизнь. Проявленные сыновьями ТУВы героическое исполнение своего войского долга навсегда останется в памяти многонационального народа России и ТУВ. За каждым наградом стоит героическая история наших земляков, которые ценой своей жизни отстояли интересы нашей великой родины. За воспитание настоящих героев есть и вам план. Спасибо. Указом президента Российской Федерации за проявленные во время проведения специальной военной операции героизм и мужество, ордена мужества и медалью за боевые отличия награжден младший сержант Чингис Эдуардович Козылол. Орденами мужества награждены старший сержант Салдезол Андреевич Кужугет, сержант Ренат Викторович Чанзан, Аяс Николаевич Дангак, ефрейтор Яким Янович Кулар, рядовые Мерген Николаевич Мангуш, Буян Алексович Демчик, Сыдым Вадимович Сумба, Кежиктык Владимирович Тунгурол. Посмертные награды за боевой подвиг бойцов уручены женам, матерям, отцам, сестрам. Мадр Сандан, Чайхан Дангак, Роман Ембиль, ТУВА-24. Сотрудниками полиции проводятся рейдовые мероприятия, направленные на соблюдение детьми комендантского часа. Сколько всего выявлено от детей, нарушивших запрет, и сколько родителей привлечены к административной ответственности, расскажет наш корреспондент. С начала летнего периода участились случаи доставления несовершеннолетних в полицию в ночное время суток. Подростки зачастую не отдают себе отчет, какую угрозу их безопасности влекут за собой такие ночные прогулки. О последствиях такого рода нарушений смотрите далее. МВД по Республике ТУВА напоминает, что на территории Республики ТУВА действует закон о комендантском часе, согласно которому несовершеннолетние дети в период с 22 часов до 6 часов утра не должны находиться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей. В селях предупреждения правонарушения преступлений, совершенных несовершеннолетними в отношении их ночное время суток, сотрудникам полиции во взаимодействии с другим субъектным систем профилактики проводятся рейдовые мероприятия. Если после 22 часов будут опушены такие нарушения со стороны несовершеннолетних лиц, то они будут доставлены дежурной части полиции для принятия соответствующих мер. В случае, если несовершеннолетние неоднократно совершают данные правонарушения, то они будут поставлены на прихологическую счет полиции. Так, с 1 июня текущего года по сегодняшний день дежурной части полиции доставлено 370 детей. А за аналогичный период прошлого года таких нарушений было около 100. Родителям стоит уделить большое внимание такой проблеме. Речь идет не только о безопасности ребенка, но также и о его дальнейшем будущем. Это важно, особенно сейчас, во время проведения вступительных испытаний приемными комиссиями учебных заведений. Также необходимо помнить, что при доставлении совершеннолетних дежурной части полиции сведения о данных подростков будут внесены и храниться в банзах данных МВД России, что отрицательно повлияет на характеристику ребенка, особенно при поступлении в учебные заведения. МВД по республике Тува призывает родители быть более бдительными и усилить контроль над детьми для предотвращения совершения преступлений. В свою очередь, подростки тоже сами должны понимать, что от их действий сейчас может зависеть не только собственная безопасность, но и их будущее. Орлана Байду, Роман Ембиль, телеканал Тува-24. В Национальном музее открылась выставка призвания «Ревизор» Управления Федерального казначейства по республике, приуроченной к столетию со дня образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов России. Какие архивные материалы были переданы в Национальный музей столицы в материале далее. Ни много, ни мало, а сто лет прошло со дня образования контрольно-ревизионных органов Минфина России. В повседневной жизни можно встретить такие слова, как инспектор, контролер, аудитор, проверяющий, одним словом, ревизор, специалист, который задействован при проведении проверки. У них развита логика, опыт, внимание к мелочам, умение добывать и анализировать информацию. На протяжении почти столетней истории своей деятельности контрольно-ревизионные органы неоднократно претерпевали изменения, менялись их функции и полномочия, менялась структура. Но сама система государственного финансового контроля зарекомендовала себя как необходимый инструмент обеспечения законности расходования и сохранности государственных средств. 23 октября 1923 года в составе Народного комиссариата финансов СССР было создано финансово-контрольное управление. Позже оно было переименовано в контрольно-ревизионное управление Минфина СССР. Считается, что в Туве оно было создано только после вхождения ТНР в составе СССР. Работниками казначейства была проведена работа в Государственном архиве Тувы. Были найдены документы, которые подтверждают, что при ТНР уже существовали контрольно-ревизионные органы. Были найдены документы в архиве. Это акты проверок, обследований 30-х и 40-х годов, которые написаны на тувинском языке латиницей. При этом, что интересно, то в то время применялись одинаковые методы проверок. Например, такой метод, как обследование, оно, кстати, в современном нашем периоде, современными ревизорами применяется с 2013 года. А в то время, в 30-х годах, этот метод контроля уже существовал. На открытии присутствовали все, кто причастен к службе ревизионных органов, в том числе и сотрудники счетной палаты Республики Тыва. Ая Сандара, аудитор счетной палаты, поделился эмоциями. Рад, что работает в этой сфере уже 14 лет. Представляя сейчас счетную палату, счетная палата законодательно определен как орган внешнего финансового контроля, осуществляющий проверки, формирование исполнения бюджета Ресулики Тыва фонда ОМС. И занимается также проверками исполнения указов президента, национальных проектов и других жизненно важных инфраструктурных проектов, связанных с развитием нашей России и непосредственно нашей Ресулики Тыва. На этой выставке есть подтвержденные официальные документы. Как в составе Тувинской народной республики был уже создан контрольно-ревизионный отдел. То есть, как отдельное ведомство, оно начало свою историю в рамках существования ТНР. В древние времена проверки и ревизии всегда были. Это важный инструмент, который дает в такой некой мере проверять эффективность использования средств, которые выделяются на исполнение тех или иных полномочий в рамках деятельности государства. Благодаря объединению казначеев и ревизоров, в настоящее время государственный финансовый контроль осуществляется по-новому. При этом сохранено все лучшее, что было создано за столетнюю историю и дополнено это возможностями и технологиями федерального казначейства. Инна Клаян, Чайхан Дангак, Самдан Иргит, телеканал Тува-24. Лесные пожары охватывают все больше территории республики. Наша съемочная группа посетила Тоджицкий район, где своими глазами увидела масштабы природной стихии. Одним из самых частых и опаснейших природных явлений летом в России, в том числе и в нашей республике, являются лесные пожары. С 9 июня и по настоящее время сотрудники лесного хозяйства пытаются взять всю ситуацию под контроль. Самая основная проблема – это труднодоступность очагов возгораний. На ее решение приходит авиалесоохрана. Сегодня слетали в Тоджицкий район с ликвидированного пожара. Вчера парашютисты прыгнули с самолета Ан-2, потушили оперативно пожар. Сегодня этот пожар потушили, сегодня забрали людей, полетели на новый пожар. Дополнительно высадили их для усиления пожара. По пути также были осмотрены три пожара, которые действуют один в заповеднике Азаз. И два пожара на территории Тоджинского кожуна, на территории Козыльского кожуна. И также были заброшены продукты для людей, которые находятся длительное время уже на пожаре. Главной причиной возникновения лесных пожаров на данный момент является грозовая активность, но также в некоторых случаях неосторожное обращение с огнем жителей республики. Тушение пожаров затруднено порывистым ветром и аномально высокой температурой воздуха, но никакие трудности не являются помехой для парашютистов авиалесоохраны. Несмотря на то, что каждого ждут дома и переживают за них, они отважно борются с такой страшной и непредсказуемой стихией. С другого пожара, сейчас на другой пожар, масштабы в России, как видите, будет помощь после обеда. Ждем помощи, либо больших осадков. За последние 10 дней борьбы огнеборцы смогли побывать дома лишь единожды, ведь кто, если не они, смогут усмирить лесное бедствие? Контроль над всей ситуацией держит Министерство лесного хозяйства. По информации ведомства, масштабы лесных пожаров по сравнению с прошлым годом не увеличились, но, тем не менее, ситуация требует особого контроля. На сегодняшнее утро в Туве зарегистрировано 54 лесных пожара, там 53 в лесном фонде, около 1100 гектаров, а в заповеднике АЗАС федерального значения 53 гектара. Будем надеяться, что обстановка в ближайшее время улучшится и страшная стихия прекратит захватывать новые территории для возгорания. В свою очередь, в такое время мы должны не забывать про правила пожарной безопасности и при обнаружении в лесу любого очага возгорания незамедлительно сообщать об этом в экстренные службы. Орлана Байдуш, Албан Мангуш, Самдам Иргит, телеканал Тува-24. Это были все новости к данному часу. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.